Шахзады Мехмед был не просто сыном великого султана Сулеймана, а его самым любимым наследником, чья преждевременная смерть стала одной из величайших трагедий Османской империи. Сулейман, который не знал поражений на поле битвы, не смог смириться с потерей Мехмеда и даже приказал воздвигнуть трон над его гробницей. А что известно о Мехмеде из исторических источников? Для вас я нашла несколько интересных фактов. Шахзады Мехмед родился в Стамбуле, Константинополе, предположительно в сентябре 1521 года. Его матерью стала наложница султана по имени Хюрем, женщина, подаренная султану Сулейману крымским ханом. Этот подарок был приурочен к восхождению Сулеймана на престол. Мехмед стал первым Шахзады, рожденным в столице за последние 50 лет, а потому радость у народа была великая. Сулейман засвидетельствовал себя не только как хороший воин, но и способный к деторождению султан, что было очень важно в ту пору, когда болезни уносили жизни большинства детей, даже султанских. Радость от рождения Мехмеда была еще больше усилена тем, что его отец, султан Сулейман, в тот момент одерживал блестящие победы на поле боя, поход на родос. Так как Сулеймана на момент рождения Мехмеда в столице не было, имя ему, вероятно, дала его бабушка Хавса, валиде султан. Сразу после рождения Мехмед был не первым претендентом на престол. У него было трое старших братьев, все они были рождены от разных наложниц отца. Но уже в октябре двух его братьев, Махмуда и Мурада, не стало, их унесла чума, по другим данным, Оспа. Теперь он стал вторым по старшинству. Старшим сыном Сулеймана был Мустафа, на шесть лет старше Мехмеда. Мехмед, как и все маленькие шелзадеи султанши, а также их матери, проживал в старом дворце. То, что нам показали в великолепном веке, дворец Топкапы с Гаремом, приобрело похожий вид гораздо позднее. А тогда султан и его семья проживали раздельно, хотя Сулейман и часто бывал в старом дворце, когда не был в отъездах. Там Мехмед вместе с Мустафой получали лучшее образование, а в 1530 году они разделили самые важные события их детства, прошли процедуру обрезания. В честь этого в городе был организован большой праздник. Мехмед с самого раннего возраста начал интересоваться политикой и старался быть опорой отцу. В 1532 году, когда султан был в военном походе, 11-летний Мехмед в письме информировал его о ситуации в столице. Он рассказал о 12 случившихся пожарах и военной победе адмирала Хайредина Барбаросса. Также Мехмед, непонятно по своей инициативе или по просьбе матери, попросил отца назначить Пилака Мустафу-Пашу на более высокую должность. Султан ответил согласием, а Хюрам нашла для Мустафы-Паши жену из Гарема Султана. В 1534 году Валиде Хавса-Султан скончалась. Султан заключил официальный брак с матерью Шахзады Мехмеда и отправился в длительный военный поход на Сефевидов. А 13-летнего Мехмеда Сулейман оставил в качестве своего наместника в столице. В этот период Хюрам и все ее дети переехали в Топкапы. Со своей задачей Шахзаде успешно справился, а в 1537 году, в возрасте 16 лет, приобрел и военный опыт, отправившись с отцом в поход на Корфу. В 1541 году 20-летний Мехмед и его младшие братья Селим и Боязид участвовали в походе на Будду. И только после этого, 12 ноября 1541 года, Мехмед приехал в Манису, чтобы выполнять там обязанности Санджак-Бе. Согласно османским традициям, Санджак вместе с Мехмедом должна была поехать его мать, но Хюрам осталась во дворце в столице. Причиной тому стало наличие у нее других детей, в том числе нездорового джихангира. Плюс официальный статус супруги обязывал. Вместе с Мехмедом в Санджак отправилась его няня, которая в некотором плане заменила ему мать. А также девушки для его гарема и евнухи, выбранные лично Хюрам. Многие считают, что Шахзаде Мустафа, который руководил Манисой в течение нескольких лет до Мехмеда, был изгнан оттуда, чтобы Мехмед получил лучший Санджак в свое распоряжение. Однако историки уверяют, что это не так. В год смерти Шахзаде Мехмеда, 1543, Хюрам навестила своего сына в Санджаке. Возможно, ее визит был обусловлен рождением у Мехмеда его единственной дочери Хюмашах. А после этого визита Хюрам отправилась к Сулейману, который был неподалеку в Адрианополе. Но только она туда добралась, как гонцы принесли в лагерь страшную весть. Шахзаде Мехмед умер. Хюрам тотчас хотела вернуться в Манису, но ей не позволили, так как Мехмед скончался от инфекционной болезни. В архивах Манисы об этом событии сказано следующее. В день, когда Ага принес известие о завоевании Эстергома и Белграда, в Манисе была проведена грандиозная церемония и фейерверк. И в то же время Шахзаде Мехмед заболел. Шахзаде пролежал в постели шесть дней, а на седьмую ночь скончался. После короткого периода траура его учитель и казначей Ибрагим Челеби немедленно отправились в Стамбул с телом Шахзаде. До своей смерти Шахзаде провел год и два дня в Манисе. О точной причине смерти может свидетельствовать более раннее сообщение. Весной этого года чума вновь появилась в городе и похоронила под землей очень много семей. Таким образом, нельзя исключать, что Мехмед умер от чумы. Но, возможно, другая инфекционная болезнь, поскольку прямых доказательств нет. В любом случае, 7 ноября 1543 года Мехмед умер. Обычно Шахзаде, казненных или умерших своей смертью, хоронили в Бурсе. Мехмед стал в этом плане первым исключением. Планировалось, что он будет похоронен в комплексе мечети своего деда, Селима I, как ранее умершие дети Сулеймана, или в комплексе мечети Боязида. Однако у Сулеймана и Хюрем были другие планы. Поскольку тело нужно было похоронить как можно скорее, похороны в итоге состоялись на площади Боязида, а тело Шахзаде поместили во временную гробницу. Во время похорон Сулейман безостановочно рыдал более двух часов. И вместо обычных трех дней он приказал молиться за душу своего сына в течение сорока дней. А Пашам пришлось носить траурную одежду в течение сорока дней вместо обычных трех. Сам Сулейман тоже долгое время носил только черное. Это также хорошо показывает боль отца. Тем временем Хюрем попыталась облегчить свое горе, забрав к себе маленькую дочь Мехмеда и ее мать. Но в течение нескольких недель она также внимательно наблюдала за другими наложницами Мехмеда, чтобы узнать, не носит ли кто-нибудь из них ребенка от Мехмеда. Но, к сожалению, ни одна из наложниц не была беременна. В любом случае, маленькая дочь Мехмеда, Хюмашах, утешила убитых горем султана и его жену и стала одной из их самых любимых внучек. Однако всего этого Хюрему Сулейману было недостаточно. Поэтому они решили построить мечеть его имени. Услышав эту новость, все были удивлены. Ведь эту мечеть планировалось построить на самом видном месте в Стамбуле, там, где Сулейман планировал построить собственный комплекс. Это был не только щедрый и беспрецедентный поступок, но и довольно смелый. Сулейман был уже не молод и не был уверен, что сможет построить для себя еще один комплекс. Поэтому он рисковал никогда не иметь собственной мечети в столице. Но судьба дала Сулейману достаточно времени, чтобы построить свой собственный огромный комплекс, почти рядом с мечетью Мехмеда. Строительство комплекса мечети Шихзада Мехмеда заняло около пяти лет. За это время Сулейман и Хюрем много раз посещали строительную площадку, следили за проводимыми там работами. Так что возможно, что Мехмед действительно был самым любимым сыном Сулеймана, и именно его он считал достойным трона. А потому смерть Шихзада Мехмеда стала трагедией не только для его семьи, но и для всей Османской империи.